Ребята, всем привет! Сегодня мы будем распаковывать вот эту кучу посылок. Здесь 6 штук. Забирал я всё это, 12 посылок получается, забирал вот эту кучу. Но эту кучу я так и не могу понять, что это. Потому что, во-первых, у некоторых треки... Сейчас покажу. Сейчас покажу я вам. Вот это вроде... Да. Здесь написано No Track. И попробуй догадайся, что здесь. Ни номера заказа, просто No Track. Первый раз такое вижу, при этом таких посылок несколько. Ну и на Алиэкспресс что-то я не могу зайти, поэтому сегодня будем вот эти посылки распаковывать. Тут у нас какие-то наборы. Ну а забирал я эти 12 посылок вот в таком вот мешке мне прям дали. Вчера ещё только... Нет, не вчера, позавчера забирал 2-2 посылки. Там был чехол, чехол и что-то ещё было. Либо 2 чехла было. А вот уже сегодня такое. Ну ладно, давайте не будем тянуть, давайте распаковывать. Итак, давайте мелкие посылки. Первая посылка. Какая-то Digital Panel. Сейчас мы Digital Panel немножко отгоним и откроем. Такой вот пакет. Смотрим, что за Digital Panel. А, это напряжометр. Ребята, это напряжометр. Сейчас посмотрим, что за напряжометр. Странно, что этот напряжометр... Ну, провода, конечно, хлипкие. Тут плёночка напряжометр, он трёхконтактный, хотя там было нарисовано двухконтактный. То есть, получается, на один контакт подаём питание, другим контактом измеряем. И я так понимаю, он может работать... Давайте проверим, может он сейчас даже включится. А может, я его испалю. Ну, от одной батарейки вряд ли, конечно же. Ладно. Потом проверим. Тут какой-то зелёный, какой-то красный. Я не помню, что именно. В общем, вот такой вот вольтметр. Такой вот напряжометр. Стоил доллар по сравнению с тем, что до подорожания у нас на базаре, на радиорынке стоил он 60 гривен. Это по сегодняшнему курсу примерно 3 бакса. А в Китае он стоит доллар. То есть, понимаете, это ещё до подорожания было. Так, тут у нас 3,5... Ну, скорее всего, кабель. Кабель 3,5. Открываем. Кабель чёрный. 3,5, 1 метр. Джек-джек. Идёт рукой туда залезть. Вот такой вот кабель. Так, это всё откидываем. Откидываем. Вот такой вот кабель. Тоненький, мягенький. Ну, не знаю. В принципе, он должен нормально работать. Брал для своего буфера, потому что у меня не дотягивается кабель. Вот теперь будет дотягиваться. Надо ещё подождать, пока переходник приедет. Так, окей. Кабель есть. Есть. Дальше. Вот это уже поинтереснее должно быть. А тут, кстати, должен быть тоже кабель. Только уже... Не такой, а просто кусок провода. Я заказывал на пробу. Так, понятно. Будем, как Данил Бупреев, рвать. Ага, вот он. Так. Окей. Больше ничего нету. Такой вот кусок провода. 1 метр. Обещают нам китайцы. В принципе, тоже мягенький, но я думаю, для светодиодной ленты он подойдёт. Двужильный, стоил 70 центов. Не знаю, дешевле ли это, чем будет у нас. Но вообще, мне кажется, всё-таки дороже. Вот такой вот проводок. Взял на пробу. Может где-то пригодится. Но, наверное, буду заказывать таких метров пять, потому что мне надо всю свою комнату обновить. Так, это у нас должен быть олово-отсос. Штука за 70 центов, по идее. Которая олово отсасывает платы, если вы что-то неправильно напаяли. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Хоть и мусорный пакет, хоть и 70 центов, но пенка. Это плюс китайцам. Пенка тоненькая. Прямо как облич. Напоминает вот такая вот штука прикольная. Стоило 70 центов. Ребята, я кто-то видел, за пять долларов заказывают. А тут 70 центов. Такой, короче, шпричик. Это у нас... Думаю, что это металл. Это пластик. Работает таким вот образом. Вот тут у нас кончик. Вы вот так вот делаете. Потом берёте. И вот так вот он выстреливает. Думаю, никто не испугался. Ну, вот как-то так. Сейчас покажу как-то. О, видите, присосал пакет. Ну, короче, такая штука. 70 центов. Вот, видите. Ну, вот, чтобы олово отсасывают, потом она тут накапливается. Когда уже будет полная, то просто выкидаете, заказываете. Такая вот полезная штука. Стоило недорого. И последняя. Это самая интересная штука. Какий набор за 4 доллара... Вообще, я нашёл подешевле, чем 4 доллара. Это уже не первый раз, что я заказываю дороже, потом вижу, что их дешевле. Это у нас блок питания лабораторный. Другими словами, это даже не блок питания. Это у нас, короче, регулятор напряжения. Правильно будет сказать. Для него, кстати, я заказывал напряжометр. Так. Вот он. Давайте сейчас откроем эти все детальки и высыпем. Давайте высыпем. Что мы здесь имеем? Вот такой вот клеммник, чтобы зажимать провода. Ага, вот тут, по идее, он зажимает. Регулятор. Резистор переменный 5 кОм. Печатная плата. Качество хорошее. Почему хорошее? Потому что нету вот уголков. Проводишь палец и гладенько все идет. Ну, тут как бы тоже глянцевое. В принципе, нету каких-то, типа, ну, палец, короче, оно не колет. И в принципе, поехали дальше. Крутилочка вот такая вот. Сюда надеваете и крутите. Микросхема. Вот она. Это LM317T. LM317T. Короче, ребята, это вот такая вот схемка. Сделай, сам называется. Регулятор напряжения. Он на выходе, на входе вот 30, нет. Вот, скажем, там вроде вот 5 вольт, 35 вольт. И на выходе уже регулируемое, получается, напряжение. То есть, вот такая вот, в принципе, классная схемка. Вот, мне она нужна для тестирования кит-наборов. Ну, то есть, вот сюда же этот вольтметр, кстати. Она мне нужна для того, чтобы тестировать кит-наборы. То есть, их сюда подключать и, короче, через нее забитывать. Вот. В общем, ребята, вот такие вот у нас были посылочки. И вот это супер вещь. Давайте покажу все-таки. То есть, что-то вы там не наделали. Разогрели быстренько паельником. И вот так вот шляпа. И готово. И все у вас чистенькая плата. И можно это все исправить. Так, ну вроде все, да? Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. То есть, вот тут подписываемся на канал. Ну и, в принципе, ждем, когда я распакую вот эту вот кучу посылок. В общем, такие дела. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока.